ребята всем привет вот такую штуковину приобрел как вы думаете что это но опытные уже догадались наверное что это такое это царга это царга наполненные спн-ом вот приобрел для апгрейта своей установки самогонной давайте откроем посмотрим что там как она выглядит вставил даже новые лезвия в нож ради такого случая так здесь прорезал прорежем посмотрим что там у нас интересного так упаковано так нормально так смотрим что у нас здесь царга ректификационной колонны насадкой спн ну вот вам видно в общем посмотрите кому интересно сколько стоит вот столько стоит так дальше смотрим значит вытаскиваем ее упаковано довольно таки добротно здесь все проложено и хомутик для хомутик я заказывал хомутик вот прокладки я чет не вижу прокладки пока не видно может быть здесь она где-нибудь ладно сейчас я распакую и включусь ну что в принципе все отлично вот такая вот труба симпатичная но сварочка конечно вот у губера поаккуратней прямо скажем но ничего страшного и не пилёк мне конечно конструкция не очень нравится у губеровского поинтересней там на конус такая вставочка и резиновое колечко а здесь какой-то лепестковый такой вот механизм ну ладно ничего нормально вот так она вроде бы плотненько забита ничего там не дребезжит попытался термометр сюда вот вставить туда поглубже у меня не получилось то есть там все плотно вот значит пыш верхний вот такой из сетки так и пыш нижний вот такую форму имеет надеюсь видно вот я короче говоря не буду высыпать не буду промывать в лимонке ничего делать не буду я соберу колонну эту сегодня завтра сегодня соберу а завтра промою промывать буду я у меня подголовье здесь есть я уже залил сюда то у меня подголовье прогоню сделаю перегончик подголовье и тем самым помою насадку потому что смотрел я интервью селиваненко он там говорит что достаточно в принципе вот такой промывки ничего не нужно вытаскивать но поверим ему вот так что не увижу я сколько мусора там в этой вот спн ки у него потому что на форумах пишут что жалуются люди на кусочки остатки проволоки но я думаю они слишком привередливые придирчиво ничего в этом страшного нет это механическое производство обработка металла кстати говоря понюхаю нет знаете я даже сильного запаха вот этой вот жидкости для станочной вода с маслом я не ощущаю эмульсии так что тоже такие жалобы были в интернете я читал ну слушайте я доволен пока поставлю посмотрю как она будет работать ну будет она работать что тут смотреть спн это не рпн в общем короче говоря видите все таки но недоволен я был качеством своего ректификата хотелось бы что-то поинтереснее получше и вот решил приобрести вот эту штуку ладно я расскажу дальше как чего у меня получится так все нормально ребята это я баран прокладка вот здесь в хомуте прям так что полный комплект на почитав немножко так поизучав тему рекомендовано чтобы все-таки насадка была одинаковая по всей длине колонны и в общем спустя неделю я заказал еще спн ки себе чтобы засыпать ее вот в эту царгу и в узел отбора в нижнюю часть вот получается докуда ну где-то вот до сюда сюда вот она будет вот эта вот часть будет засыпано вот если в полной комплектации у меня колонна получается высотой метр 70 ну по большому счету это конечно с избытком поэтому я буду пробовать сначала перегон в ректификат вот в таком исполнении с высотой колонны метр тридцать ну а потом попробую метр семьдесят сравню как бы конечный продукт в чем разница будет вот сейчас я распакую эту коробочку вот покажу что-то внутри про мою лимонкой засыплю в эти царги и попробую перегнать вот это вот дело вот так все выглядит коробки упаковано довольно таки качественно здесь у меня литр стрелки так это у нас с пн к 3 на 3 0 2 миллиметра проволока и я взял еще четыре прыжи прыжа два верхних два нижних вот вот значит бумага столько стоит смотрите кому нужно прокипятили в ремонте с пн ку и сейчас вот таким вот образом мы ее засыпаем с помощью воронки чуть-чуть утрамбовую ударами снизу вот пыш нижней поставили чтобы она не высыпалась друзья ну что могу сказать не зря я потратил деньги в общем результат мне нравится единственное что значит не пришел у меня диоптер с алиэкспресс и я пока без него значит делаю ректификацию вот по этой причине мощность нагрева меня 800 так как на 1200 идет закрыть захлеб на 1000 я не вижу без диоптера есть захлеба нет захлеба поэтому гоню на 800 ватт вот будет диоптер надеюсь что он мне позволит отрегулировать мощность оптимально на пороге захлеба колонны будет меня все это немного быстрее потому как все таки на восьмистах вот я показываю ведь какая невысокая скорость мягко говоря скорость получается у меня триста пятьдесят миллилитров в час это медленно вот будет диоптер я попробую в такой комплектации высоты мне еще хватает до потолка как бы попробую но в любом случае конечно земля и небо по сравнению с тем что у меня было на рпн до с длиной сейчас скажу сколько нами длина там четыреста семьсот пятьдесят сантиметров по миллиметров 750 миллиметров вот конечно это совсем другое качество друзья наконец-то пришла моя посылка долгожданная почему-то вот здесь написано атлас фоман создан для приключений хотя заказывал с алиэкспресс значит это я надеюсь я не уверен на стопроцентно принципе нет но больше мне ничего я такого не жду объемного это диоптер это диоптер для моей моей колонны для чего я его так долго ждал я расскажу позже значит а сейчас давайте мы откроем посмотрим что же все-таки мы получили шел он очень долго я считаю неприлично долго шел 50 дней я посмотрел заказ был оплачен и отправлен 1 должна оплачен ранее наверное отправлен 1 ноября сейчас у нас 19 но 20 почти завтра декабря декабря так значит что мы здесь с вами видим кламп как обещали комплекте так и тогда он так вот упаковано так принципе я переживал как они упакуют стекло нормально упаковали все это было в пузырьчатые щупленки конечно это все плохо это мусор лишний но к сожалению вот так сейчас у нас происходит все значит вот он мешочки открываем тут еще ведь какая защита так слушать и ну такой весомый агрегат тяжелый до тяжелый так ну в общем нержавейка похоже да на нержавейку общем все такое тут ведь и заглушечки качественно все без заусенцев плоскости прилегания все ровные так ну слушайте я доволен смотрите значит почему из китая стоит это 750 плюс доставка 700 короче все полностью 1548 рублей такой не такой диоптер а на картинке он меньше гораздо короче оригинальный доктор губер до который вот у меня оборудование доктор губер губеровский диоптер стоит 3 300 то есть на в два раза дороже такой же диоптер есть на авито наши ушлые ухты смотри здесь даже гравировка какая то есть красивая значит наши соотечественники заказывают я так понимаю их с алиэкспресса и продают на авито по две с половиной там две триста я видел такие живут диоптеры все теперь значит мы сделаем перегонку ректификата по фэншую с помощью этого диоптера на грани захлеба колонны да там понизим мощность немного и в общем как положено сделаем потому как у меня его не было я не мог поймать этот момент и гнал возможно на чуть недостаточной мощности в общем все это теперь будет на видно и понятно все увидимся на перегонке так друзья поставили мы значит с вами диоптер на нашу колонну теперь мы можем видеть как достигает флегма надеюсь вам видно а также мы можем видеть когда у нас начнется захлеб колонны и поставить оптимальный режим для ректификации уменьшив незначительную мощность нагрева в общем чудо не произошло на тысячи киловаттах произошел захлеб колонны и получается что максимум что может переработать моя колонна это 800 ватт я сейчас выключил вообще нагрев чтобы позволить флегме стечь полностью в куб и запущу заново процесс ректификации чуть-чуть колонна поработает на себя уже на 800 ваттах и буду отбирать головы так что получается что диоптер не особо-то и нам нужен был мы уже и так с вами ну я понял грубо говоря какая мощность нагрева мне требуется для ректификации на моей колонне друзья ну что хочу сказать вот где-то 34 перегонки я уже сделал с этим оборудованием результат мне нравится продукт стал более мягким примесей стало меньше вот в данном варианте я сейчас использую царгу и диоптер для производства ндрф а для настойки вот единственно смотрите я сейчас вот экспериментирую я царгу метровую перевернул кверх ногами чтобы датчик температуры поставить поближе кубу ну смотрю как будет работать такая схема нет для лучшего контроля температуры вот здесь вот на этом участке для лучшего отсечения сивушных фракций единственное чтобы сделать вот эту вот царгу универсальной иметь возможность крутить ее вверх ногами вниз ногами да как говорится я поставил пыжи вот эти вот торцевые которые удерживают насадку спн внутри царги с двух сторон поставил нижние так называемые пыжи да но надеюсь что вы понимаете о чем я говорю селиваненко есть верхней пыши и нижней я поставил два нижних но в общем оборудованием я доволен остался активно его использую все работает замечательно ну конечно хотелось бы скорость побыстрее отбора но извините тогда приобретайте как говорится хотя бы пятидесятую трубу двух дюймов q и тогда будет быстрее а лучше конечно еще больше но для наших нужд в принципе вполне достаточно и таких диаметров ну все на этом спасибо за внимание надеюсь информация была для вас полезна подписывайтесь на канал ставьте лайки или дизлайки жмите в колокольчик комментируйте всем пока но по сарам